предприниматель это человек который берет на себя ответственность прибор доступны каждому на этих конкретно полях там не надо было коррекление в этом году делать вот мы там взяли подняли на мутили размутили нам там так мне кажется что это примитивный способ его нужно запаковать коробку привет братва у нас сегодня супер особенный выпуск которую из-за которого я можно сказать и создал подкаст очень сложно до представить этого человека чтоб все его позитивные качества да не упустить это очень хороший позитивный человек даже когда он приезжает к нам у нас есть какие-то проблемы проблемы автоматически исчезают да это человек который меняет все шаблоны в агроиндустрии он рвет и мечет и после себя устраивает выжженное поле потому что сергей скок это человек который создал такие выдающиеся вещи как пробовал сборник ромашка как автоматические пенетрометры не автоматические электронные пенетрометры даже что это метеостанцию лунгул саду из шат 50 почему кстати шат 50 есть разные версии константин федорович шутюк виталий говорил что это потому что 650 грамм можно взять но это остается с тайной он нас побил короче не будут рассказывать был больше секрет и инсайдер а если на самом деле у нас сегодня очень харизматичный и один из передовых стартаперов который стартаперы можно до стартап или ты ныне стартапа любит интерпринер интерпринемы переприемы до предприниматель который показал своим опытом что можно сделать продукт если правильно к нему подойти с душой и вложить туда энергию которым будет пользоваться вся страна и не только украина это электронный пенетрометр это новинка сергея которая считаю в том фор факторе которому показалось рынку очень очень сильно поменял отношение вообще к тому как как относиться к почве как анализировать и с умом подходить к его обработку да есть конкуренты есть другие решения какие-то вот как-то сумма провитали которые очень классные но то что делает сергей я считаю очень большой прорыв в целом к изменению философии вообще отношения к грунтам потому что он смог взять и визуализировать то о чем только разговаривали догадывались люди десятилетиями они говорили что вот есть уплотненность почвы есть есть нюансы но он мог сделать это вынести как бы из из университета из 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 каких-то проекта в массы и начала пользоваться вся страна и скажу то что ну этот прибор доступные каждому на то есть неважно это большой агрохолдинг или маленькое сельхозпредприятие 300 гектаров то есть оно имеет очень доступную цену и простое в использовании да теперь про стартапы я хотел бы немного добавить значит важный момент все-таки не совсем правильно говоришь и там единолично да все-таки за плечами всегда стоит команда есть главный инженер без которого это не мало бы осуществиться да и когда вот меня спрашивают иногда на рынке там это ты создал пенетрометр или там это ты автор я говорю я человек который рискнул просто да то есть предприниматель это человек который не боится брать на себя риск да и запускать новый продукт то есть была потребность озвученная со стороны большого предприятия были очень сжатые сроки и на тот момент наша команда умела делать нам поделки из ардуино ну потому что мы тусовались по хакерспейсом хакерспейс это такой гараж где там раньше были клубы радиолюбителей да и мастерили всякие там приборы в единичном экземпляре а тут заказ на серию надо было срочно найти толкового инженера я так нашел романа вот я как сейчас помню этот момент вечер у нас там не получается сделать прошивку для прибора она довести прототип уже там буквально осталась неделя и звоню такой чувак ты умеешь на стм 32 описать он такой ну да умею а чё такое говорю ну слушаем эту такую крутую тему затеяли короче это это вот очень перспективная штука да надо на прибор написать прошивку который там читает данные стен за датчика там считается ультразвукового добавить gps координату это все надо передать на серваку не вопрос я такое могу сделать говорю а в каком районе ты живешь он говорит я на вишенке я говорю сейчас все через полчасика подъезжаю вот а потом такой еду что-то уже житомирскую проезжаю призвать слышала вишенка это дело обращаете по или шо мне это виннице ничего все равно жди я приеду короче приезжаю почему он идет и после себя приезжаю пол двенадцатого романа говорю вот смотри вот так такой расклад надо срочно делать прошивку на такой чип потому что тоже любительская то что мы делали она не работает в общем рома делает прототип я с этим прототипом приезжаю в душбанова душбанова проверять у нас наконец-то сходятся данные с американским прибором форм-фактор был ужасный этот твердомер был такой квадратный здоровый там ну в общем он он выглядел но он работал сейчас у нас оптика да в общем получается что мы тогда сделали прототип мы еще тогда не до конца осознавали что такое серийное производство нам звонит менеджер скорнала и говорит там ребят но нам не 24 по моему а 26 ну короче они увеличили с 20 до 50 приборов первую партию да и у нас мы же откровенно рассказываем и про это многие на рынке и так знают нас первая партия получилось неудачно то есть у нас да у нас тогда ситуация такая пятница вечер у ног такой типа ребята вам жопа если она не заработает до понедельника вам реально типа мы садимся все в машину загружаемся берем с собой мешки с комплектующими паяльные станции все я роман там еще ребята и едем это все дело ну разбираться в причинах что же там не работает получается мы до этого первым это были первые оранжевые твердомеры то проблема их заключалась в том что не имея достаточного опыта в серийном производстве мы не знали на каких вещах можно экономить на каких нельзя да ну и постоянно был не была нехватка ресурсов у нас тогда некачественная была пайка и тут я обязан роману нашему главному инженеру потому что он здесь сложные моменты в первые самые когда мы приехали туда мы починили 20 приборов то есть из 50 приборов 20 приборов потому что они проехались тогда в машине по ямам они ну короче там подходили контакты она нормально не работала починили начали работать рома тогда когда это все дело ну перепаивал он говорил что типа все готовимся к тому что это все это была осень готовимся к тому что весной все что они нам еще заплатят мы сюда же положим чтобы это все починить то есть почему я не люблю вот как дима сказал стартаперов до стартапер это история про то как ты пошел взял у кого-то денег там потом сказал ой не получилось и пошел делать следующий стартап на предприниматель это человек который берет на себя ответственность и как бы ни было тяжело выполняет свои обязательства не всегда получается в срок да не всегда это факт а потому что есть там сложности определенные надо всегда бороться и всегда выполнять свои обязательства короче у нас заканчиваться начали деньги которые нам тогда заплатил карнул уже в феврале мы по закупали запчасти запасные и они тогда конец февраля начало марта уже начали мерить в тот год тогда уже были какие-то небольшие измерения марта это если я не ошибаюсь семнадцатый шестнадцать и семнадцатый но надо по таймлайн посмотреть в общем проблема в том было что мы поняли что сейчас пойдет такой вал сервисных случаев что надо срочно что-то делать я тогда беру один аппарат еду снова таки в Винницкую область на укрпроминвест к одному из их топ-менеджеров поле показываю ему прибор и он у него заглючил в руках то есть он у него заглючил но рядом был агроном который знал ребят из кернелла и он знал что кернелл уже начал с этим работать но то есть что на глючит но она позволяет получить результат да то есть наше достижение было то что не надо было писать куда-то там на листочек или играться с файликами у нас прибор сразу передавал данные надо было очень ювелирно первой моделью мерить то есть там одно неверное движение он сразу писал to fast вот и он говорит этому топ менеджеру мол слушай ребята делают они сделают неплохо они даже под нас готовы доработать у нас тогда прибор мерил на глубину 45 сантиметров и шагом 2 и 5 сантиметра нам этот топ говорит ребята сделайте значит глубину 60 сантиметров и шага один сантиметр еще вот это вот у меня не было вот этого типа туфас потому что это невозможно нам пришлось сделать 7 версии корпуса вот эта версия которую видели это 7 со смещением этого ультразвукового датчика куча была модификации пластины пластик металл разные металлы разная толщина то есть то что кажется вроде само разумеющиеся то что там ультразвуковой датчик так расположена пластина такой формы на самом деле мы на это очень много потратили времени и ресурсов вот и тогда этот холдинг нам сделал аванс мы начали работать плюс мне пришлось еще там по друзьям родственникам по долгим квартиру закладывал даже до до мамину продал до сих пор еще маме не купил маму переселил свою а я на съемном живу сейчас но я все реинвестирую в производство дальше хотя у нас дела довольно неплохо дата ну пришлось такое сделать то есть я зал зал заложил имущество чтобы ну как это у нас проект дальше жил да знаете как вот у всех начинающих предприятий есть правило 3 да 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 family false и friends семья дорогие друзья те кто помогает тебе стартовала виталий кстати классно назвал компанию можно инвест фонд сразу делать вот ну то есть дальше у нас как история двигалась у нас мы стабилизировали ситуацию с корнеллом у нас появился адекватный продукт у нас были в очень большие долги на у нас реально были большие долги нам очень сложно было с этим всем двигаться дальше вот и у меня уже была такая жуткая ну думаете что я такой жизнерадостный да я жизнерадостный то факт ну иногда накатывает да вот был был такой год это по моему все-таки в шестнадцатом кернаторе пушек у меня восемнадцатый был самый тяжелый потому что у меня я много очень езжу по стране да я накатал ну это еще тогда когда в стартапы доходы были там от веб-проектов я заправлялся на волки за наличку да это сейчас уже там когда машины на предприятии покупается это все там новизнала все официально когда ты стартап ты просто там сайт кому-то склепал и эти деньги пошел купил управилась машину да и вот у меня было много бонусов на карточке в логовской да и у меня в январь этот мертвый месяц такой приходилось ездить на заправку покушать хот-боги потому что было много пенетрометров дам и тогда склад заполнил то есть на складе все классно много оборудования все супер ну да она в то время не нужно и то что заставляет учиться планировать да то есть кассовые разрывы даже сейчас есть кассовые разрывы но они не такие большие как тогда когда начинаешь вот и тогда прилетел чувак из канады же не михальченко вот я его забрал с аэропорта рассказал показал ему наш прибор он снял видео он его выложил в интернете и у нас появились тогда заказы первые канаду отправили приборы в австралию нас эти продажи за рубеж очень поддержали то команда воспряла духом и мы начали еще с усилием больше с большим усилием работать вот у нас как раз получается 18 год мы начали работать уже ну хотя бы там ближе 0 выходить да по чуть-чуть возвращать там минусы вот и в девятнадцатом у нас уже пошел рост да а еще важный момент я так немножко прыгают с одной тем как направление другое мы запустили пробоотбор восемнадцатом получается восемнадцатом и первые попытки делали с украин фарминговским пробоотборник это как раз мы тогда выиграли второй большой тендер у кернала они все старые пенетрометры решили проапгрейдить до новой модели и закупили еще дополнительно вот они уже увидели что она удачная получилась им понравилось и мы тогда с прибыли купили первый пикап я тогда лично поехал в польшу в ломжу за бляхой самый самый гнал и такой тоже прикол рома это наш главный инженер да я его очень уважаю у него 10 процентов компании но это человек который но те к этому очень прислушиваюсь если вот он говорит что нет это не стоит делать то 99 процентов вероятность что мы все-таки это делать не будем так вот прикол дочь пригнала этот пикап укрыла фарминг дал нам там поломанный пробоотборник роман с ним месяц морочился настраивал короче это как раз вот конец мая был то есть сезон уже все стоит пикап на нем пробоотборник да она работает ну с горем пополам потому что винтиксы они такие особенные пробоотборники вот и рома подходит машине так по колесу и впинает блин было же денег хоть немного на хрена мы что вы купили типа ну зачем это ну типа вот ну хоть чуть-чуть заработали на этих пенетрометрах то есть уже вера знаете да вот когда долго-долго пашешь вера теряется да и тут важный момент предприниматель должен свою команду и своих партнеров поддерживать а почему самому тяжело работать когда ты сам да тебя ну да вот бывает у тебя постоянно бороться с поставщиками за отсрочки платежей договариваться договариваться там за то чтобы клиент тебе быстрее заплатил паша клиент точно так же с тобой поступая да он говорит там а давай сейчас этом тесто получу там 10 процентов а потом там после урожая 90 сейчас вот мы сейчас вот вот сергей пришел и я вот поймал себя на мысли что он прям правду рассказывает вот прям прям конкретно про так вот такие знаете есть такие ребята приходят и вот мы там взяли подняли на мутили размотили нам там так там то с тем познакомы и вот мы теперь такие красавчики это что такого в жизни не бывает если сам делаешь предприятие ты и в первые года и чем 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 ну вот я был ложно сам кроме романова со что это может сейчас легче сейчас будет лучше легче лучше не будет будет интереснее тяжелее больше быстрее интереснее интересом была интереснее я скажу такую штуку в книжке прочитал что с ростом предприятия возрастает количество проблем но не только их количество но и качество да так вот когда мы ну наша была проблема когда мы только твердомерами занимались у нас очень была большая сезонность и было сложно как-то но команде компанию масштабировать когда мы запустили направление услуг нас начал работать пробоотборная машина от 18 год я считаю мы набивали много шишек мы там и и двигатель ушатали на машине и много раз чинили пробоотборник и ну короче наступили наверное на все грабли на какие только можно было наступить и пробу бывало перепутывали в первое время ну то есть да было такое да почему мы внедрили вот эти все этикетки пластиковые с qr-кодами чтобы убрать человеческий фактор потому что мы поняли что если работать по той схеме которая там принято на рынке то большой процент ошибок то есть тоже важный момент я до этого работал программистом на аутсорс проектах а до своей софтверной фирмы в большой корпорации корпорации инком это 2008 2010 год и я просто начал как дима говорил с я слышал с коллегами то что системный подход да очень важен системный подход если ты видишь то есть технология которая убирает там людской фактор его надо убирать то есть люди делают ошибки да вот нужно то что максим простое рутина его упрощать и тогда это все будет работать правильно вот и мы в восемнадцатом году под конец года получили даже первую прибыль с пробы отбора и мы смогли очень классно прокачать машину сделать там полностью по фронтную подвеску тут я на ней сегодня сюда приехал мы за год практически в ней ничего не меняли а то есть и уже следующий год эта машина она заработала нам по сути еще на один автомобиль пробоотборный для того чтобы двигаться дальше вот я все равно не могу уловить суть зачем ты полез в пробоотбор я тоже а у это вообще отдельная история вот я вот честно я тебе это много раз говоришь что сергей у тебя есть прибор которым можно возносить весь мир у меня честно вот эта тема чуть-чуть наш как-то жалко честно это в моем мнении что типа вот пенетрометр не пользуется весь мир вот айфоном весь мир пользу и мне кажется что должен быть инструмент любого агронома это мой 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 уме согласен почему мы полезли в пробоотбор значит первое это была просьба клиента ну не знаю наверное там конкретно имена не стоит может называть да в черниговской области предприятие звонок говорят ребята в этом твердомеры продаете до продаем а можете приехать померить а мы такие в смысле приехать померить ну вот вы можете приехать и измерить нам уплотнение мы не хотим у вас покупать прибор мы вам заплатим я беру калькулятор считаю называют цену это получается там почти пол твердомера ну то есть пересчитал на гектары игры да можем нет слушайте а еще приедьте пробы грунта возьмите только не вручную автоматическим пробоотборником я говорю так у нас нету автоматического пробоотборника и вообще этим не занимаемся идите там в вашем регионе есть компании которые этим занимаются вот или шоково я говорю они говорят не 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 мы не хотим туда типа вот это и получается не понял ладно в общем они говорят слушай ну ты что знаешь кого-то должен кого-то пробоотборную машину а мы тогда сотрудничали еще в то время живая была империя ага вот значит мы взяли в аренду у них 200 снит филду приезжаем к клиенту измеряем уплотнение он там были логотипы и все он был в курсе что мы взяли у них машину вот мы ему отобрали пробы сделали ему картограммы на веб-сайте и для него это было как новинку для меня это стало открытие что оказывается но такой есть спрос и мне сам клиент говорит ребята а зачем вы продаете прибор вот мне эта услуга там она нужна ну там не так часто дай меня проще вам заплатить услугу не тратить время на то чтобы мой агроном бегал там с этим твердомером плюс вы независимо это сделать вот и я подумал тогда что это наверное наша соломинка потому что у меня цель вообще построить большой завод виницкой области который будет заниматься производством приборов для точного земледелия это не только твердомеры это там и эти датчики для опрыскивателей по метеопоказателям это и пробоотборники автоматически это мы сейчас запустили еще очень простые такие штуки как ручные буры для отбора проб на влагу там метр-полтора метра да то есть я всегда стараюсь идти за потребностью клиента не сидеть и придумывать типа вот я там придумал какую-то там фиговину да и попой пойду попробую напарить да я прихожу к клиенту и спрашиваю скажи мне что вот у тебя есть где у тебя там сложности допустим какие-то дали какие операции у тебя слишком там много времени отнимает вот я когда приехал в кернел заглаживает скажем так свою вину за первую партию аппаратов я попросил покажите как вы работаете с данными пенетрометров они тогда брали с метрометра данные через и шнур снимали их да вот и ну или даже когда-то выгрузку делали просто сырых данных по ты задал есть сырые данные но их как-то надо обработать человек берет макрос в excel и запускает его чтобы посчитать среднее значение твердости по полю нарисовать этот график который у нас там на портале рисуется автоматически я говорю ребят давайте мы напишем скрипт который это будет делать автоматом вы сразу будете знать на каком поле на какую глубину нужно обрабатывать какой каким агрегатом да может допустим на этих конкретно полях там не надо глубокое рахление в этом году делать в технику есть смысл перекинуть на другой кластер и тут сразу уже отбивается это оборудование там за сезон потому что ну мы знаем да сколько стоит операция глубокое рахление это очень дорого поэтому я предпочитаю всегда идти за потребностью рынка да и мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов необходимость развиваться в направлении экспорта да вот у нас завтра едут аппараты четыре аппарата в россию ничего да в среду едет пробоотборник ромашка в казахстан вот и ну там до этого у нас были поставки латвия чехия небольшие да это пока не какие-то вне контейнера это там 12 твердомера но рынок начинает чуть-чуть оживать давайте не забывать о том что эта тема не так давно вообще толком не освещалась да тут спасибо там константину федоровичу шутюку да из кернала который начал за одну начал эту инициативу продвигать в кернале они начали у себя использовать эти технологии там еще целая команда да то есть по сути мекиченко шутюк там ну зума руслана еще помнится когда мы только там начинали они очень много времени уделяли и ну как я ездил дружба нового там по несколько раз в неделю просто потому что мне было интересно послушать этих людей что им нужно да и как лучше должен работать продукт это вот тоже я бы советовал тем людям которые пытаются запускать там стартапы или предприятия да там равной сфере который сейчас ждать кстати сейчас хайп стартапов спал много то есть хайп раньше был там мгп акселератор там эти куча всяких инициатив но где эти стартапы ну вот ребята там с мега дрон разве что более не менее со львова беспилотники что-то делаю да кто еще вот этот я знаю чувак что лазером наносит гравировку на запчасти там был такой стартап что грубая для идентификации типа запасных частей был лазер юарко клиенту который пользуется вот это кстати тоже классная тема но мне кажется это классно но мне кажется что это такой значит примитивный как бы способ воровства устраним русского ну да ты наносишь qr-код на запчасть с одной стороны с другой стороны все движется к тому что вот я не вижу смысла иметь склад запчастей вообще система сервис на саде почему и мы пошли в сервис и потому что это будущее конечно я вообще вижу что мы действительно а скорее всего видим перспективу сотрудничества с компаниями селекционными ну там которые вот мы с лабораторию крови то еще с начала девятнадцатого года начали работать и сейчас зачем верится таить да не знаю можно наверно про это сказать многие многие так умеют смотреть реестр до дохода владелец у крови то присоединился к нашей команде там на 30 процентов за то есть один у нас было два инженера изначально роман главный наш инженер ну коротко и без палька это два инженера и не в принципе были равнозначны ну то есть этот этот пишет прошивки этот этот умеет проектировать просто так сложилось что роману тема вот этот именно и гигей погнали там поля поварить что-то там ночью пособирать пробоотборник больше зашла да там второму инженеру меньше тема это зашла ему больше там хотя мы с легкой работаем до сих пор то есть он там некоторых наших проектах до сих пор занимается там производством плата просто уже как сотрудник вот и человек который там присматривался к нашей компании мы точно также присматривались сотрудничать его лаборатория да мы поняли что наверное есть смысл сотрудничать вместе я надеюсь что после этих слов со мной не перестанет работать ароскоп афинопаллата захидных двух и другие лаборатории потому что мы как были так и остались независимой компании которая ну работает со всеми да и вот наша фишка в том что там к нам может приехать захидный бокс поломанным пробоотборником и его починим вот надо выручить выручить там допустим ребят там с агроскопа и прислать наши пробоотборные машины на заказ мы это сделаем точно так же и нас например выручала афинопаллада наши клиенты у которых два пробоотборника наших у нас отвалился мост на одной из машин и сроки были такие просто жесть короче я сменю владельцу лаборатории нашего клиента и говорю слушай дима тут какая-то ситуация можешь выручить нам надо в житомерской области машина срочно там же фишка в том что у них такой же пробоотборник как у нас да то есть вся технология все то же самое ну я клиенту объясняю говорю мы сейчас нашу машину убираем приедет машина нашего клиента клиент дал добро выполнили обязательства потому что в сельском хозяйстве мы все знаем очень важные сроки да и это надо понимать то есть есть операция которую можно выполнить только там в эти там два-три дня и нет времени ждать пока там приедет мост на машину пока его поменяют там и так дальше и это очень важно да вот та экосистема которая сейчас на рынке формируется вот когда мы все можем друг друга подстраховать да это очень очень важно да вот например виталик меня очень много раз выручал и а если уже которые не голы ножик спину сумму можно и даже ну сколько у тебя ножик блин я предпочитаю таком не говорить в том плане что я всех прощаю потому что я раньше был злой там там прессы одноклассника с которыми начинали на вот тоже откровенно там дима тебе привет передаю я на тебя уже не злой можешь заехать там в гости попьем чай без сахара потому что мне нельзя тебя кофе угостим вот в том плане что ну не надо никогда держать зла да то есть можно еще позицию про интеллектуальную собственность расскажу да все изобретения стоят на плечах чьих-то наработок то есть там тесла когда изобретал двигатель на переменном токио он же пользовался теми наработками которые были по электричеству то что сделал тесла илон маск с машиной тесла были до этого электромобили да то есть надо просто не стесняться и не бояться брать что-то начинать это улучшать я считаю что любой человек в мире а если поставить себе за цель улучшить что-то да он это сможет сделать просто за разное количество времени и с разным количеством затраченных денег там здоровья своего всего остального потому что ну я наоборот считаю что чем больше будет людей стараться что-то улучшать тем лучше и когда допустим кто-то там что-то начинает копировать да это хорошо это хорошо потому что он когда скопировал вот есть у нас телефон мы берем копируем еще один телефон это уже другая ветка вот как в программировании есть контроль версии да вот программист делает в своей ветке какую-то версию программы в тот другой берет другую ветку делает и развивает и выживет так которая будет более жизнеспособная вот и для нас даже вот для компании когда мы видим там например во львове компаника это появилась она делала примитивная сначала пенетрометры потом они стали делать чуть-чуть лучше это круто когда мы в австралию поставили наш твердомер с gps там компания римик продавала очень примитивные пенетрометры не даже цифровые но очень примитивные без там фиксации этих данных без передачи на сервер они начали тоже дорабатывать свою модель и это хорошо я считаю почему потому что в конечном счете кто выиграл австралийском фермерам потребитель до потребитель выигрывает потому что я вот например когда ну там пытаюсь там строить стратегию на будущее я очень сильно вдохновляюсь концепциями которые заложил генри форд что сделал генри форд он сделал автомобиль доступным качественно вот то есть суть в том чтобы дать клиенту продукцию высокого качества за оптимальную стоимость это ни в коем случае не погоня за дешевизной потому что при погоне за дешевизной страдает качество некачественный продукт не будет выполнять свои задачи то есть это будет скорее какая-то имитация вот то с чем мы тоже сейчас столкнулись у нас твердомеры это уже продукт который там готовый к экспорту по ним там минимум есть что еще дорабатывать но это уже более готовое решение у нас есть эти метеостанции для опрыскивателей которые для того чтобы они стали уже таким коробочным продуктом который брал взял вот так вот потом запаковать коробку коробки там еще есть много нюансов например связанных с разъемами до с их креплением мы когда разъем на таком не вода до разъем там много есть моментов да 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 мы кстати думаю что будем как раз у тебя летали к разъему и покупать и розетки сто процентов тишина тракта вот то есть мы первые приборы которые делали мы и делали очень дешево из того что могли найти мы не умели считать вот эти проблема которая дима поднимал по поводу учета финансов у стартапов очень остро стоит как правило стартаперы начинающие считают так возьмем стоимость комплектухи умножим на два раза ну и там как-то по месту разберемся то есть они не считают там не расходы на привлечение клиента не операционные но поначалу тебя операционных расходов нету то есть мы там начинали у меня в квартире мы когда первые платы делали для там наших клиентов то было как-то соседи полицию вызвали приходят такие тут сказали ваши соседи что вы наркотики варить а мы просто в хлорном железе текстолит макали на балконе они думали что это какие-то наркотики а мы платы отравили как раз полицейские заходят и вы тут с паяльниками да ну в общем все нормально как бы не никаких проблем это не призвело да но скажем так ты поначалу ты не понимаешь своих расходов когда начинаешь масштабироваться вот тогда уже нужно об этом всем задумываться нужно правильно это все бюджетировать да и если ты это делаешь неправильно то как правило этот стартап загибается либо превращается просто в ремесло меня многие упрекали в том что вот вы вот мы когда проходили эти школы майкрософта на инкубацию до в майкрософте нам все рассказывали это называю bullshit бинга да вот эти куча 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 всяких слов там типа модных да и говорили вы там должны поднять раунд вы там должны то забей на это на рисую красивую презентацию powerpoint возьми бабла и я говорю и что то есть я уже покатался пока мы в этом инкубаторе сидели ну как меня программисты сидели в инкубаторе а я ездил постоянно то есть у меня каждый год там не меньше 100 тысяч километров до в те годы у меня получалось 120 там 130 даже вот и я поездил по фермерам я понял что здесь вход в рынок вот он может быть взрыва он может быть взрывным только если у тебя уже есть репутация наработанная годами да и у тебя есть продукт который появился в свое время нужно это то есть когда тебя никто не знает вообще никому не нужен и мы поэтому начали идти в сервисы чтобы поднять доверие компании за счет того что мы постоянно близко с клиентом и уже когда вот мы приехали клиенту взяли пробы грунта там там он взял у нас там твердомер померил им уплотнения и сейчас мы начали тему развивать по поводу подбора лабораторий да тут опять же независимый подбор лабораторий не то что я там рекламирую говорю вот только институт здоровья растений нет пожалуйста вот есть список лабораторий так вот есть какие-то прайсы да и можно выбирать какая нравится да если это вопрос цены но если вопрос качества то можно просто спросить у тебя рекомендацию что ты видел то есть и конечно а самому принимать решение да да то есть важный момент чтобы фермер сам выбирал как какую лабораторию бы мне кажется в этом плане вот вот себе очень правильно сказал про двери и про то что ты должен быть ближе клиенту еще я понял очень важный важную вещь что в вот эту эпоху того где мы сейчас живем и как все развивается вот камеру про пенетрометр вот и сейчас сказал что вот есть в австралии пенетрометр есть в львове пенетрометр есть вот дата филд есть да 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 мне кажется что мир насколько сейчас быстро трансформируется что я уверен что сейчас где-то сидит еще человек 10 уже делает пенетрометр и они через два-три года выйдут тоже что мы делаем то же самое будет но здесь очень-очень важный момент мне кажется что будущая экономика вообще и во всем мире и частности в агротеме она будет строиться на глубинной экспертизы то есть вот я к примеру на самом деле я вот тут как вот вот сергей а почему ты делаешь не делаешь только пенетрометр глубоко мне кажется что вот направление что вы выбрали глубоко с почвы разбираться вот про подборники именно полу софт еще для лабораторий начали вы в землю пихать умеете и потом это все обрабатывать мне кажется это очень правильное направление потому что она узкая а что касается сервисов здесь еще есть очень-очень такой большой титанический сдвиг в менеджменте ну что 10-15 лет назад было очень тяжело быть и производителем и предоставлять сервисы даже вот 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 даже было тяжело не то чтобы пройдет производителем вот многие производители производили но не продавали дистрибьюторскую сеть себя организовывать сейчас же есть возможность из-за технологии быстрого обмена информации и структурированием вот если раньше тебе нужно было батарею штат целый управление все-все сейчас я может быть одна программа теле телефоне помогать и управлять всем хозяйством всем всем бизнесом и в этом плане вот то что вы делаете вы производитель продавец и сервис провайдер кажется очень и есть это очень узкая ниша и вы не будете очень сильно выходить за рамки у там быстро сильно но глубоко это очень имеет смысл мы тоже самое видим по себе что нужно выбирать одну экспертизу нужно быть лучшим мире по этой экспертизе сто процентов вот тут тоже момент такой расскажу когда мы в прошлом году начали хвататься за большее количество направлений то есть словили звезду да то есть вроде бы поперла твердомеры стали работать стабильно все класс начали делать с пробоотборник свой у нас сразу же его купил harvest вот мне туда мой пробоотборщик матюкался пуши ему снова дал винтикс и сказал жди пока мы сделаем еще были такие приколы так и мы тогда взялись пару проектов связанных с метеостанциями но итог такой мы сейчас эти метеостанции пили у битрека потому что в за свой счет то есть пошли в минус потратили деньги которые заплатил клиент не смогли тогда разработать потому что недостаточно уделили внимание да то есть главный инженер занимался пробоотборником потому что это ну так флагман это ключевое это ключа наша экспертиза и мы полезли в ту тему которая не совсем наша в итоге гнулся на ветер да 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 в итоге короче мы очень старший коллега как очень старше он старше больше видел из россии если хочешь вот ветер на этих своих запекайте ребята в чем тема я сто процентов согласен нужно кооперироваться нужно купить а потому что никогда мне кажется что следующая экономика экономика большой экспертизы примеру вот для себя поняли что вот мне раньше пробовали так 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 а сейчас я понял что моя задача очень красиво визуализировать данные клиенту и вот к миру тоже тебе нужны дата провайдера не дают и провайдеры я пошел к сергей мы с ним замутили совместную историю все у нас уже есть и руси и казахстан если молдова есть по чуть-чуть мы там не не спешим потому что я более такой приверженность них не хенри форда это же как раз тойоты чтобы делать все до конца 100 процентов да вот как раз твоим ребятам же поедут где челом 4 аппарата да и в этом плане я думаю что вот 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 даже говорю что за защитива сервиса а указалось что сергей среди всех даже немецких компаний которых мы использовали оказался самым стабильным и порядочный парнем который доставляет результат до конца пробовать обязательно свои выполняет на сто процентов и это очень не может не радовать в этом плане да потому что в пробоотборе важный момент какой заказываешь пробоотборную машину она может приехать поломаться и тебе скажут ну подожди пока мы отремонтируемся что мы делали ну у нас тут фу-фу когда мы выезжали на твои заказы день не было там поломок или фортовые просто да а у нас была ситуация на заказе арвеста этот поломался мотор который гидромотор крутит бензиновый звонок в три часа дня до вот этот день три часа дня узнали о том что поломался машина стала всем вечером уже поменяли мотор и машина продолжила работу чтобы выполнить план на день потому что опять-таки возвращаемся к тому что на операцию выделяется очень небольшое количество времени и я понял для себя что если у меня машина в сезон будет простаивать день-два это цена перекрывает стоимость того же мотора да но она самое главное это сохранить репутацию да потому что если ты не можешь быстро реабилитироваться да то это есть проблема к и всегда даже вот то бывает там разные ситуации когда подводит железо там взял компоненты какие-то до этого всегда брал все хорошо да а тут попалась партия в которой там грубо говоря там каждый там 8 сенсор бракованный да это уже начал отгружать клиента и есть там допустим это негатив то надо сразу же менять просто по гарантии на это кстати очень сильно удивляло некоторых наших клиентов когда мне позвонили они говорят а что там это же ремонт там еще и говорю нет нам не надо ремонт мы просто делаем вам замену вот ему приходит новый блок и он потом доволен и ну это я вообще советую принципе всем производителям стараться все-таки над этим работать да потому что это тяжело а потому что ты потом получаешь на руки бушный блок мы выкрутили с тем что мы эти душные аппараты там начали там сдавать в аренду как вариант и сами используем их у себя благо их не такое там большое количество мне еще кажется что знаете здесь вот про душную душ никому оппоненты мне кажется это еще не началось в полной силе ног но мы на кого уравняемся мы выравняемся на топовых производителей репу дала рифа риф маркет те восстановленная техника очень сильный единственные проживки которые есть с телефона вот я бы там самсунга рифа риф не взял без я был не брал ни разу но потенциальные же понимаешь если там тоже гарантии то же самое и цена дешевле и сельском хозяйстве это будет очень мне кажется еще такая большая ниша где будут покупать восстановленные трактора очень хорошо восстановлены и она уже раз профессионально те же ребята с агрокар можно слава мы же знали радио компания как они делают просто из из быушной техники новый вот и продают дешевле и то же самое мне кажется тебе классная идея да то есть ну реально вот миг меру сейчас я вот к тому что нужно работать с лучшими из стабильными компаниями мы стали дилером айметас после инструмент и без готфридом запустили программу где вот у него накопилось за много лет они десятками тысяч станции гружают него за много лет накопилось несколько тысяч станции которые были там с дефектами совсем он их починил из той же самой гарантии мы сейчас будем продавать со скидкой почти 60 процентов на рынок чтобы создать сеть метро станций и в этом плане вот еще один кейс как как это уже подбирается на наш рынок и таких ситуаций будет очень много будет очень много сети ситуации вот мы даже видим по трекерах по простых треках казалось бы сейчас идет к примеру трекеры образца там 2018 годы 2020 это разные вещи сейчас там автографов битрека по есть коннектика есть много модулей которые считают большинство старые треки они тоже имеют ценность они закупаются они идут на службы такси и другие задачи просто даже и и мне кажется что в этом плане будет очень большое перераспределение а еще есть такая тема как холдинге которые унифицируются и унифицируясь нет вообще нас вот мне кажется что нету вот этой культуры и рынка был правильно настроенную был техники и это очень-очень большие рынки вот там нереально огромные рынки и кто ищет стартапы не думайте что нужно что-то взять чтобы в космосе летала или там идея или бизнеса можно просто заняться скупкой восстановлением и продажей беушной техники и беушную оборудование аппаратуры и всего-всего или там есть маленькие фермеры которых нету таких больших задач вот куда вы к мере одеваете свои отопилоты беушные давай вот расскажу тебе про технику да у меня был опыт один клиент говорит ну у него плуг был плуг был я там чуть-чуть продавал сельхозтехника он говорит если ты заберешь мой плуг а он там поваренный проще но я у тебя куплю новый мы забрали у него этот плуг была зима делать нечего у меня отец работал тогда на заводе завод занимался производством глицерина он очень классный сварщиком шестого разряда может там варить нам менять и сварщик на может варить там на потолку там нержавейку ну-ка все может делать до любыми видами сварки я ему говорю ну что ты будешь там работа да у тебя там зарплата там что-то 7 тысяч гривен вру давай пошли со мной то есть будем развивать вот эту тему и ну будешь зарабатывать больше на ну и за говорит ну что с тобой поделать пошли будем смотреть и взяли вот этот плуг он там был вообще вообще там порванный мы его разобрали от песка струли начали смотреть вот вникать то есть в детали как вот сделаны швы в плугу мы видим на то есть где варили в украине там сразу типа металл пошла усталость и второе шов типа неровный но этот плуг был клиентом куплен бушным с европы но увидели что он в европе тоже реставрировался то есть были у него какие-то проблемы но это было сделано так что как на заводе то есть соблюдалась технология я вот когда вот на песке струли этот плуг я понял что для того чтобы отреставрировать его качество нужно посмотреть как на заводах идет производство я посмотрел кучу видео в ю тубе там грубые моменты там где-то вид видно сварочный аппарат остановил там увеличил посмотрел какой производитель нашел этого производителя он вредом на сотрудничаем с разными заводами они провели на мою презентацию но у них сварочный аппарат стоит 10 тысяч евро то есть а другие говорят вот есть аналогичные от и чешский стоит там две тысячи долларов я отцу говорю вот как я могу выбрать сварочные аппараты давай ну помоги мне он берет этим варит как море шумит мы пошли взяли чешский он там плюется искры короче он говорит мне надо вот это за 10 тысяч евро покупать я блин достал все свои деньги купили мы этот сварочный аппарат сделали по классную реставрацию вот это оборудование но там столько нюансов до что нужно допустим посадочные места разбиты до их нужно там отфрезеровать это надо очень большое количество разного рода оборудован для того чтобы сделать качественную реставрацию и следующий момент что это будет стоить дорого когда ты придешь и будешь продавать допустим плуг который ты отреставрировал качество а есть люди которые там пластилином залепили краской покрасили да и наклейки наклеили то есть у тебя будут визуально два плуга одинаковых но отреставрированы по разному и цена допустим вот этого плуга будет реставрирована 15 тысяч а тот что хорошо отреставрированы 25 понятное дело что ты сможешь со временем то есть люди к тебе придут они увидят что это сделано качественно это очень длинная история вопрос репутационный да на тебе нужно вложить сейчас очень много денег не всегда докажешь вот 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 примеру мы провела да я кропию нас были случаи когда люди переходили там за 30-40 центов ну и только какая-то программа в компьютере с каким-то сколько как с какой-то привязкой спутников вот так такое отношение на куда доходишь до дела ты понимаешь это совсем не так совсем кардинально да но они уже им заплатили деньги да и очень сложно не сложно прийти наоборот легко нервных программы да то есть ну удалил программу новую закачал сложнее там на самом деле подвязки я понимаю что вы программисты то есть там жесть там очень много работы на самом деле перес это как переехать на другие сервера ну то есть вот у нас сейчас мы улучшаем нашу эти инфраструктуру нас до этого было отказоустойчивое решение то есть два сервера сейчас мы делаем уже как этот высокодоступный кластер из трех серверов какой процент устойчивость смысле ну какой процент вот у нас просто тоже сервера у нас же типа ртк и там должно работать все как часы я в этом чуть-чуть разбираюсь грубо говоря сейчас у нас проблема такая что если один сервер выходит из строя 2 подхватывает но у нас ввиду того что мы очень много сервисов уже туда накрутили до раньше у нас там процент простой процент при какой-то серьезной проблеме там пару минут было вот то сейчас на некоторые сервисы может простой быть до получаса это на данный момент мы до конца мая закончим переезд на новую инфраструктуру где этот простой будет вообще даже но не заметен то есть там это миллисекунды буквально а вы на облачный но у нас и до этого облачная то есть мы арендуем сервера в германии на которых полностью где накатываем это херст на много кто использует херст мы пока еще не знаю правильно сказать недоросли или просто экономные да вот как это ли говорит что я люблю ездить на механике да это не так удобно как на автомате да но здесь большая степень контроля точно также и с серверами то есть мы арендуем физический сервер на котором мы все свое ну то есть мы туда ставим серверное программное обеспечение на него ставим дополнительно то по которой нам надо там логи метрики наши все необходимые для работы наших программ инструменты и уже наши программы там крутятся то есть но тогда у нас мы как скальпелем можем настраивать там все 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 детали amazon это конечно меньше головной боли и там проще с до дополнительным выделением ресурсов ну то что мы посчитали да он дороже то есть azure мы когда вот на кроссовте эту инкубацию проходили они нам давали свои облачные хранилища это конечно очень круто да но если говорить о той себестоимости которая она закладывается в стоимость про то она неподъемно получается к сожалению фермер не оценит азур у тебя или не да кстати тоже проблема мы сейчас начали такую фишку делать мы украинским всем фермерам до стали раздавать портал бесплатно украинский на а экспортные за деньги то есть мы это мотивируем тем что она как своих планы патриотичные наши наши маркетинга тоже агро производители только мы железки делаем фермеры производят зерно да аж мы таким образом стараемся их поддержать а что-то за портал ну на котором отчеты по твердости можно генерировать агрохим смотреть зима поддержим сергея разместим разместим ссылку для того что это могли тут лишь ладно получить они они же покупают прибор вместе с прибором они получают то есть но это не так что вот ну ты взял и зашел то есть смысл что ты будешь делать портал нужен для того чтобы посмотреть данные спинетрометра или проанализировать результаты анализов которые мы поехали отобрали пробу на ссылку на сайт в любом случае разместим да у меня были мысли делать какие-то небольшие вот модули программные для фермеров но там такая конкуренция просто смысла нету мы себя позиционируем как производителя оборудования который делает удобные инструменты для работы с данными с нашего оборудования а дальше эти данные должны легко и удобно интегрироваться системы форм менеджмента такие как кропио там и кучу кучу еще есть там других тоже систем и сейчас просто там такой такая конкуренция на рынке мне кажется что есть копии и есть знаете такая вот слон идет ну да и вот много таких мосик ну призвать если так прикинуть туда-то всегда говорил джек траут ну если ты первый донич по сути одни из первых то самое но который тему развили всегда самые но получает самый большой кусок рынка и это логично и качество тоже будет выше потому что вы больше прорабатывать до 100 100 процента я я одну тему понял что оказывается оказывается не в деньгах счастья в разработке а во времени под и в мозгах с аккумулированных экспертизе внутри глубина экспертизы имеет ключевой и критический аспект и вот и возможность удержания инженеров вот я например сначала там роман просто работал как наш инженер главный работал как работник а потом там пять процентов компании я ему отдал да потом еще пять процентов компании и вот я думаю что мы как раз в этом году я я уже морально принципе готовы вижу потому как он выполняет все свои работы и мы уже про это говорили вместе с ним что я считаю сам сбалансированный сбалансированный как этот состав учредителя то если у главного инженера есть там допустим там 10-15 процентов компании то есть я думаю что мы к этому идем потому что если ты как владелец то не даешь право управления компанией людям чьи мозги являются фундаментом успеха твоей компании то не будет бизнеса да то есть компания которая делает ставку на то что вот мы сейчас найдем тут яйцеголовых ботаников которые что-то нам на лупашек мы здесь запакуем это все в красивый маркетинг на чем продавать а и где-то борта нем не работает не работает ты знаешь что во первых что никто никому не должен портануть во вторых мою мою видненько что хочешь ты не хочешь но ты должен понимать что отдать долю сейчас мне кажется это участие тоже понимаешь такой определенный поддавки вот так и играл поддавки потому что мне кажется что нужно быть тем кто может платить самые конкурентные зарплаты и давать самые конкурентные условия финансирования культуру компании а уже собственник учредитель потому что здесь очень двояк и двоякие вещи понимаешь много компаний и за это как раз и не выживают ну что есть еще как вот это дележка а вот я стою я тоже поэтому есть очень жесткие отношения плане того что вот ты может финансово обеспечить человека вот у меня есть мечта что у меня все по 10 долларов месяц получать вот я к этому хочу дружиться и я уверен что куда-то мы придем к этому но я буду уверен что если я буду платить это что я сейчас хочу и стараюсь платить это что я буду платить в любом случае вот люди они заменимы вот не бывает вот если бы люди были незаменимы ничего бы не не двигалась дальше я очень больно расстаюсь людьми но я понимаю что в конце концов нельзя полагаться что вот ну вечность не бывает люди могут мы сейчас доездим да сейчас говоришь просто о наемном персонале а я говорю все когда ты работаешь с человеком даже ты сам смотрите ребята я знал что дима не промолчит и скажет и вот в плане вот сергея да вот я я думаю что ему нужно пройти эту историю до самом да то есть он придет то есть куча успешных историй да при такой модели то есть я думаю что у сергея получится вот и как к этому ты лично ну у меня есть один человек компании на это наш финансовый директор у которого есть один процент но это сделано чуть для другого тут вопрос в том что коллеги а согласитесь когда сам рубишься это одно дело да то есть в принципе ну дим у тебя что же партнер до который там имеет какой-то кусок до ключевое контроль смысле ну ты же урезаешь не умеетесь на семейный бизнес не суть важно дали на семейный беда в общем а я к тому что важно иметь контроль над своим проектом когда ты теряешь контроль ну допустим сам продаешь ту часть что у тебя уже остается не контрольный пакет это значит что ты там потерял интерес конкретно к этому бизнесу и уходишь больше там в например в другой еще какой-то проект вот надо четко тоже как бы понимаешь если контроль остается за тобой да может быть история еще когда у тебя будет допустим процент меньше 50 есть такое понятие как но если уже время больших предприятия голосующие не голосующие вот то есть тут вопрос кто какие цели ставит а вот у меня например цель развивать компанию так чтобы там как у генри форда автомобили с логотипами ездят везде да так же я поэтому компанию там свои фамилии назвал потому что ну чтобы меня легко можно было найти да и это как презумпция что вот мы делаем хорошо да мы выкладываемся максимально если что-то не получается то значит то есть объективные причины мы их устраним то максимально быстро потому что не ошибается только тот кто ничего не делает можно это не больная тема это мое мнение что мы сейчас живем в обществе где люди не ценят понимаешь вот что вот у меня есть доля какой-то компании что у нас насколько это ну ты же понимаешь что твоя компания в условиях сша она бы стоила конечно десятки миллионов а здесь она не стоит нету ценности вообще у компании просто и и на собственность и коррупции и дрейдер ства все есть но даже тоже америке вот ты можешь дать человеку придут я бы так не вот если бы даже вы решился на то чтобы кто-то вошел человеку дается бонус и предлагается льготная цена на покупку акции или дается кредит под акции он зная что он зарабатывает определенную количеству у тебя будет у тебя зарплата будет 3 кэшем но по сути 10 ты можешь выбирать или так или так выберешь акции тебе что-то человеку дать право выбора потому что если даешь только вот бери ему и акции будешь красавчик а он зачем они мне понимаете амбиции даже нет не все же становится apple да как там чувак который отказался в аппарате когда они но ту историю предыдущем подкасте где рассказывал что они хотели всех сотрудников которые работали на производстве сделать своими партнерами но не все захотели не все захотели и получается допустим механизаторы как вот сделать его партнером они взяли получается раздали ну бонусы и сделали так что они пошли с этими деньгами домой а на следующий день они должны были принести назад и вложить то есть это были не те бонусы которые обещаны это были экстра бонусы но с условием того что они приходят и вкладывают в эту программу и потом когда они на следующий год вложили эти деньги они получили прирост вот этих своих вложений но они уже загорелись у них там все это пошли рев наш вот это очень важно доверие и суждение обязательно первое а второе я вот камеры очень большой стороны того что вот нужно прибылью компании делиться с утром не вот здесь есть схема ты даешь вот процент от прибыли или процент от выручки зависимость от того кто где работает вот это очень хороший схема потому что вместе работаем на результат я знаю что то что мы делаем вот у нас есть ряд людей которые получают бонусы в виде процентов от выручки это очень честно справедливая схема это работает с продавцами это работает там уже даже с сервисниками потому что от количество объектов а там как быть с обслуживающим стаффом там сисо длинные программисты даже вот у нас если это разработка продукта да она очень долгосрочно вот здесь сложно так мотивировать но мы там разные варианты дела программистам мотивация не нужна ему нужно они усиливали как туда их условия не линейно мысли то есть им условия им им заработа просто люди которые идут программистами программистами выбирают свой путь который очень сложный ну что там там ну вот я я вижу что программисты как футболисты мне кажется что ну да они хочи нет на самом деле ну вот я и я с многими общался они не все хотят быть программистами некоторых лет эти проекты потому что из того что я понял что программист там насколько быстро меняется технологии и окажется вот восприятие информации вот там в 20-30 лет период диапазона лучше всего когда тебе 40 плюс ты очень тугой становишься не знаю продаем лишь с 32 я катался много по полям я сейчас расстрачивается очень сильно полгода выпадаешь вот и я сейчас из-за того что нам недавно была операция то я больше дома времени провожу я поражаюсь того сколько новых технологий и я просто в шоке ну насколько мир шагнул вперед то есть грубо говоря если ты вот сейчас крутой программист это и там на полгода год перестал этим заниматься там по каким-то причинам там не знаю ферму там открыл еще что-то ты через полгода ферму какой ну допустим и сайтом клубнику начал выращивать и одно что эту ферму биткойн что где-то в каком-то института украины то и даже в аграрном то ли копии нашли декана факультета который в заброшенном здании манил бесплатное электричество университета и он манил его посадили на так вот если ты немножечко выпадаешь из вот этого потока развития технологий ты начинаешь очень сильно отставать но и это вот я например для себя сейчас понял что мне нужно переставать писать код да потому что я до того в проектах наших много чего там делал сам до в спешке но мы сейчас так как начали уже экспортировать до зарубежные заказчики более требовательные к программному обеспечению и мы поняли что нам надо значительно лучше там покрывать систему тестами на то есть нужно повышать надежность и этим нужно заниматься системной постоянно и так вот у нас там начал появляться отдел разработки по потому что первые годы там первые три года как мы работали то там порталом занимался только я единолично то есть там сайта тоже развернул за пару вечеров да потому что ну мы экономили очень сильно вообще история когда ты начинаешь делать производство особенно в таком формате как мы живали как могли да 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 мы выживали как могли да и было всякая да то есть я когда-то шутил ребятам своим говорю ну что пацаны но если не будет там заказов будем таксовать типа даже до такого они у вас нет такого чувства что пройдя вот этот путь за свои деньги за свой под кровь все-таки ты видишь очень ценным деньгам и ты боишься вот если она поиграла что-то начинается получаться тебе очень страшно потерять еще больше двигатель чтобы двигаться дальше конечно вот это тот самый драйвер да вот когда я вспоминаю когда мы начинали там до комнатной квартире по сути дома там у меня один работник спал под столом на надувном матрасе да то есть и как это ну так вспоминаешь эти такие тяжелые очень условия и еще больше работаешь добывать когда такое там подустал уже что-то надо не хочется делать скучная задача ты вспоминаешь эти моменты и все раз так фокусируешься и продолжаешь дальше работать да потому что самая лучшая мотивация это ну когда ты получил какой-то первый успех да это этот вкус успеха заполнил да и тебе не хочется уже возвращаться назад тогда когда у тебя там все печально было да вот потому что это очень очень важно а вот еще сергея вопроса нам он не очень после него интересует нету тебя вот таких внутренних кутку вот ты сам собой когда остаешься для вещей что типа куха едет не немного еще на крыше едет или и ты замечаешь себя ловишь вот мне кажется я там неадекватно повел светом нет а это называется рефлексия на саморефлексия конечно да это это все это все предприниматели делают почему потому что саморефлексия важно для того чтобы ну если ты умеешь заниматься саморефлексией да звучит если ты можешь ну как это посмотреть на себя со стороны ты постоянно себя улучшаешь то есть ты делаешь себя более адекватным человеком потому что ну мы изначально идеальный да то есть там я на при очень вспыльчивый человек то есть там это разу не видел так ты что мной не работал сутками да ты не знаешь у меня бывали такие моменты я сейчас себя уже отучивают такого да там я могу там позвонить там кому-то из работников там чуть ли не в час ночи или в там в 5 утра да это них и так не хорошо наверное делать да но я заранее обычно уточняю ты готов типа работать там в режиме нон-стоп да я всем своим говорю так смотри у нас есть два варианта работы либо ты оттарабаниваешь типа от звонка до звонка с тебя не требуется слишком много ты просто делаешь простую работу да ну то есть это человек просто таким полном или другим таким таким да ты просто работаешь на зп и тебя больше никто не требует если ты хочешь больше зарабатывать то ты должен работать там в таком же режиме как я как роман это значит нон-стоп это значит всегда отвечать на звонки то вот мне там мой любой работник может позвонить любое время мне звонит как-то толик который на пробы ездит на там полчетвертого утра серега машина загорелась я там уже картина горит навара все страшно короче ну них там на самом деле там не так страшно было но надо было поехать там их собрать да у нас так как мы еще небольшая пока компания у нас такой принцип может где-то пол чистая получается да то есть мы ну то есть такие моменты что кто-то живу в окружении виницких волков окружили да значит суть в том что то что я сказал я не пытаюсь заставлять всех там принимать от меня звонки в любое время до или там брать трубку не позже 3 утка то но если человек хочет чтобы отношение было как к равному но не больше чем 5 почему мы заговорили о партнерах почему например я там доверяю своему главному инженеру потому что мы когда начали с ним работать я сразу там почувствовал человек мы с человеком одной крови да то есть ответственно сюда перезвонит сюда там ну как это если сказал то сделал и грубо говоря там ему не интересно развиваться там в продажах интересно развиваться в техническом направлении мне интересно развиваться в продажах меня тянет техническое направление на я часто себе вот так даю по рукам типа так не лезь сюда потому что да это можно как хобби но здесь надо чтобы работал профессионал большая ошибка многих стартапов они пытаются вот фаундеры да все делать своими руками да и не не доверяют эту работу специалисту да то есть если у тебя там стартап в медицине ты классно продаешь ты хороший программист но ты там не знаю не хирург и не доктор который основную экспертизу поэтому должен иметь тебя по-любому надо фаундера найти там уже сами договариваетесь на какие проценты которые будет классный эксперт в этом и тогда вы будете классно работать но проанализируйте опыт успешных компаний там у гейтса был пол аленда у джобса был возник да то есть у каждой на самом деле за каждым человеком бренда всегда стоит какой-то специалист а как правило это один-два крутых специалиста да ну и я например одну открыто говорю что там те заслуги которые там чаще вешают ярлыки там только на мою фамилию да это там фундамент который сделал то мой главный инженер да не ну все вешают эту фамилию потому что это потому что не называется так назвали стратежно сделал сразу так чтобы бренда я расскажу следующего у меня был человек наставник который меня учил никогда не называй компанию своей фамилии это 90-х было популярно что называть компанию своей фамилии что не полица профессор с аграрного университета дымка на поле она не к сожалению сейчас его нету и он что говорил до тех пор пока наши производители не будут называть сельхозтехнику своими именами до тех пор она качественно не будет приводил пример тогда что вот есть грегори бессон она если например он этот плуг поломается кто-то скажет что он плохой это все ношу ну лично нас клачу плохой сам этот григорий бессон ну да тебя там про подборник до ромашка то есть если сказать что ромашка фиговая на все равно что ну твой инженер да и рома кстати у нас был отгрузили про подборник назвал нашу типа если что-то чтобы он быстро хабать не вычетом на делал я возьму себя на на платформе модуль на зву там мишанин назад так вот но это его инициатива была на самом деле вот придумал это его мама мама и допустила его так в детстве назвала ромашка она придумала рома 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 2 рома проботборник придумал сначала рома потом мы думали как его название ты не словил мысль мама придумала рома рома да именно так вот пример там да у нас был пока когда мы там отгрузили и на палладе вал короче недостаточно там был проработан и вот сломался он да и мы там в этот же день починили все поправили после мы еще доработали конструкцию нас просто когда мы harvest отгружали этот бур он стал на квадроцикл он стал по центру машины а когда мы поставили на ford ranger этот бур он выезжал в сторону да и мы не рассчитали мягкость подвески форда потому что на наших машинах подвеска чуть по-другому работала да и там был очень большой такой излом у получается до вал сломала сразу вот и мы поняли что надо конструкцию дорабатывать я не настолько там хорошо инженерно могу объяснить но в общем изменили там был один подшипник сделали два подшипника чтобы улучшенная соусность плюс сам вал тоже там более прочно стали использовать ну и суть в том что ну как это когда человек то что виталий сказал своим именем отвечает это очень важно да и таких людей надо всегда стараться мотивировать там не всем долю понятно что не раздашь да но это есть там допустим основной но назвать же не вот и дальше очень важный этот момент тоже хочу подчеркнуть который дима сказал насчет делиться с прибыли мы наверное одни из первых кто стали платить хорошие деньги пробоотборщикам сначала 20 гривен спробы потом 30 там сейчас по 45 гривен спробы на экипаж потому что сделала революцию давайте вправде в глаза смотреть раз я право приба отборщики те должны правильно украине может быть не знаю суть в чем это ставьте молитвы и как там говорят в общем суть в том что раньше там платили человеку который с утра и до ночи работает в поле там около там 7-10 тысяч гривен да то есть и ну обычно как в компаниях зафиксированная зарплата и пересмотра с полгода раз в год да вот но проблема которую я увидел это то что будет производительность фиговая да люди там столик это начинали работать серый я готовый паху ваты алая блин ну мне треба там дтн короче человек ребенка надо кормить на там дальше развиваться там жилье зарабатывать и говорю слушай 2 с мне принципе не жалко то будешь делать больше проб будешь больше получать мы начали внедрять вот эту схему по работе за количество проб и она оказалась довольно таки неплохой что потом ко мне там некоторые подходить стали говорить блин слушая вот у нас там столько кто платит я общался с там собственниками ребята чего не платить оплатите нормально людям они будут нормально работать вот но не буду уточнять детали данных некоторых компаниях подходы тоже поменялись вот там некоторые компании сделали просто фиксировано там ставку которая стала выше до чтобы она в пересчете с весеннего осеннего сезона тоже плюс минус получалось так но я считаю идеально это все-таки когда у человека есть какая-то базовая небольшая ставка а дальше у него идет выработка оплата за упомянуру да потому что от этого выигрывают все когда мы делаем но это выгодно на самом деле когда мы типа сделаем планку зарплаты небольшой вот есть люди не амбициозные он хочет получать зарплату небольшое вот но когда мы даем возможность ему это это касается в первую очередь тяжелых работах где важно очень внимательность ответственность и ну чтобы он выкладывался по максимуму есть и обратная сторона медали вот мы так один пробоотборник ушатали потому что был учили до заказчик хотел очень заказ вторые сутки работы экипаж поехал третьи сутки реально не выспавшиеся у них еще этот фонарик там перегорел сзади который подсвечивал положение буро он забурился и тронулся на пониженной в итоге там бур согнуло ну короче по себестоимости стоим понятно что там не все узлы сломали но две штуки евро мы попали погнались грубо говоря за тем чтобы больше больше сделать и тут я стал уже тоже обращать внимание ребята там шесть часов по-любому должны поспать потому что доходило до того что иногда ребята там когда вдвоем работали хотели сделать больше да и там и серии перекимарили два часа в машине да даже не поехали вот и то есть надо крайности тоже исключать я хочу скажут не крайность а такое знаете сюрприз был иду я в 2019 году по агротехнике вот ваня был свидетельным мы подходим бренд компании какой-то тоже пробоотборник точно 7 деле я не помню какой пробоотборник но один из двоих которые кроме твоих есть еще винтикс и нитфилд что-то из них она недавно честно и ребята в ужасе такие они там пиши там увидели русскую делегацию наших знакомых на том же стане и они сидят и конкретно обсуждают что там приехали ребята с украины и привезли офигенный пробоотборник который стоит дешевле и у типа узнаете вот у них больше нету о чем по разговаривать мы просто случайно забили туда и поняли суть происходящего они сидят и конкретно очень так так значит 15 всех все обсуждают конструктив это пробоотборника все обсуждаешь вот-вот украинцы при привезли там поняли что вот мы кстати планируем на следующую агритехнику обязательно поехать и у нас уже мы думаем избавиться от пружин потому что пружины это большая головная боль и на нитфилдах и у нас они растягиваются все любые пружины со временем растягиваются вот роман как раз колдует сейчас наш инженер колдует над тем чтобы убрать эту часть конструктивную и тогда мы сможем действительно их очень сильно удивить потому что давайте смотреть правде в глаза мы по сути взяли за основу подход который был у немцев да и сделали его там из более там толстого металла на больше летом запас мощности дали чашку там более удобно и сделали чтобы она там закрывалась ногой не открывалась потому что он там на немецких она открывается куда power rank ездит то есть мы просто его заточили там под реалии наших грунтов да вот которые там липкие где-то да где-то но может подклинивать там да вот и решили эти проблемы да но там скажем так там есть еще куда дальше двигаться и у нас там были мысли сделать чтобы он там прямо из кабины по кнопочке раскладывался пришлось от этих моментов отказаться потому что это увеличивает сильно себестоимость важно разрабатывая технологию не забывать всегда о маржинальности о маржинальности для клиента а и если услугу предоставляет лишь маржинальность для себя потому что если ты не сможешь предоставить качественную услугу за оптимальную стоимость да то тогда грош цена такому сервису то есть ведь то что мы делаем в первую очередь нужно для того чтобы клиент заработал больше в конце сезона и дальше продолжал сотрудничать с твоей компанией а потому что если ты просто ему напарил какую-то фигню которая у него там лежит где-то на полке или на складе то от этого толку не будет никакого а сервера скрип пожалуйста свой опыт участвования в агротехнике что ты один из немногих первых стартапов кто как-то там выставлялся вообще с компанией то есть выставлялся только в заренка еще там несколько компаний в украине больших а вы на дождь или на разные не на разных у нас отдельный свой стенд был да и я вот скажу заходишь там такой небольшой павильон там рубра стартапа да 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 ну потому что мы пошли по программе отдел g для стартапов так как там стоимость взноса была небольшая то есть если по обычной стоимости заходить туда-то там чисто на что-то в районе по моему штуки евро квадрата у нас квадрат был в районе 150 евро ну там были еще какие-то доп мелкие платежи короче до двушки евро нам стало само место ну и еще 4000 евро это доехать звучит дешево чем в украине нам каждая выставка становилась где-то и не меньше мы же ну тут еще фишка какая мы как стартап пользуемся всегда льготами на выставках потому что мы типа маленькие до сейчас становится сложнее потому что нам выставки уже говорят нашу же вы же ездили на агритехнику вы там давайте уже не жмитесь платите по полному тарифу да вот есть такие нюансы так вот а значит мы пошли как стартап на агритехнику очень небольшой взнос 4000 это было у нас по сути ну там проживание еда там очень дорого да это нам повезло что мы там далеко жили от самой выставки где-то километров 90 а то есть туда назад 180 за день вот получалось и вообще это было очень такое отчаянное решение скажу тогда что начались эти реформы земельные мы видим что рынок внутренний идет на спад мы понимаем что наша соломинка это экспорт и нам нужно эти технологии показать но вообще в принципе это у нас это агритехника когда было девятнадцатый или восемнадцатый а ты же там патенты никакие не смотрел ничего просто поехал да не вообще ничего не смотрел из потихоньку убивать немца и и мне кстати подход нитфилда нравится они когда-то не знаю где-то мне рассказывал то то что они говорят мы не патентируем потому что надо быстрее развиваться мы точно так же мы не тратим время я вот это прям хотя строим с языка снял вопрос мне кажется что смысл патентирования в 2020 году уже утрачивается это просто трата денег и времени ты должен быть дерзким по маркетингу по скорости и по экстратизы и быстрее вот да да конечно надо быстрее развиваться выпускать новые модели ты обанкротишь конкурентов потому что они будут регистрировать патенты на твои предыдущие модели а ты выпускаешь новую да вот мы стараемся принципе каждый год выпускать там новые модификации у нас такие твердомеры будут по идее уже до конца этого года с съемными аккумуляторами мы тем самым решим проблему более секса и нам приборов нет они не будут более поднял мне 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 знаете что вот интересует вот момент вот ты запатентировал что-то в украине и ребята допустим там с силиконовой долины в канаде взяли и скупировали посмотрели твой патент до скупировали без патента ну вот что ты им сделаешь скажи ничего вот тебе нужно чтобы пути на них попадать в суд нужно про почку продать понимаете свою и еще много несколько сотен тысяч долларов взять на вот этот судовый кейси не факт хватит тебе линия если тебе их не хватит суд может там из-за твоей неявки закрыться потому что это очень большие деньги и мне кажется у них просто заработать по какому лицу по что ты идешь юридическую контроль и вот у меня есть проблема вот есть такая компания у них вот сколько-то оборотов у меня сколько-то оборотов они скупировали у меня и это уже юристы если хотят судятся если выигрывают уберут деньги но просто идти целенаправленно юристом давать бабки чтобы они вот засудили мне кажется просто не хватит мощи выгода юридическая компания это вообще очень большая такая проблема с этим всем интеллектуал property потому что законодательство очень сильно устарела да и в наше время как развиваются технологии да мы вообще думаем в сторону того чтобы ну как это какие-то возможно даже делать open source проекты потому что те кто закрывается посмотрите тесла открывает патенты да почему они это делают потому что они поняли что нет смысла кормить юристов слишком много нужно развиваться дальше а ключевое в нашем современном мире это экспертиза той команды которая у тебя работает да то есть если ты смог собрать у себя самых лучших инженеров ты все равно сделаешь все самым лучшим образом тут нам еще предстоит пережить всем не только там агро рынку а вообще нам человечеству куда пойдет эволюция законодательства потому что она сейчас не совсем соответствует потребностям рынка да то есть ты либо должен становиться патентным троллем который будет скупать какие-то перспективные разработки и кошмарит разработчиков то есть это в принципе противоречит идеи прогресса да потому что мы же то ну как хотим развиваться мы хотим чтобы технологии там новые появлялись а потом сидим и думаем почему они не появляются потому что люди которые что-то хотят делать они боятся это начинать делать уж они думают что это сложно знаете я когда ну начинал я не думал что так нельзя мы например как вот про ганновер сейчас история минут пять значит мы приняли решение ехать ганновер уже тогда когда было поздно готовить а так ирнет то есть ввоз оборудование который вот этот на выставку да я приезжаю вылетать типичный сергей скок я приезжаю к брокеру говорю мужик слушай у нас тут через четыре дня выезд в общем это мы еще даже бурни взвесили там до собирали этот бур вот мило быстро тут документы сделать мы едем на выставку он горит так нельзя игру смысле так нельзя верит ну надо а так ирнет это там что-то две-три недели там надо в торгово-промышленную палату и еще что-то я говорю подожди а как можно вообще да вот он говорит ну не знаю ну давай транзит попробуем или временный воз говорит сделаем он не делает документы на временный воз я успешно прохожу таможенную украинскую приезжаю на польской они говорят у нас нет временный воз где ваша токарнет но я говорю такой смысле ребята а хорошо что я уже тогда в ригу возил пенетрометры я знаю что такое то один я говорю хорошо у меня нет это токарнет я назад не поеду у меня в машине оборудование мы едем по-любому в ганновер это не обсуждается ты один можно сделать они вы там кому-то его продаете игры нет просто транзитку сделайте мне мы доедем туда да ну то есть при при ну как-то проведем выставку и поедем назад они говорят такие а это транзит к делается максимум на 10 дней я считаю дорога так и номера плюс выставка плюс все монтаж до монтаж стенда там получается что-то 12 дней где-то ну пришлось как это включать свои навыки переговорщика я польские вообще дупля не отбиваю пришлось как-то шекать на нашем чтобы было похоже на их язык объяснять что надо сделать транзит дольше да они нашли какой-то там пунктик у себя в правилах что можно сделать транзит они мне сделали транзит вот этот такой уникальный дали документы отправили все мы уже прорвались сказать в европу поехали на выставку потому что цель была попасть однозначно на выставку да хотя вроде бы как ну другой его посмотрел там типа там нельзя туда-то ехать или это слишком дорого вот да пришлось заплатить там 200 долларов за эту транзит куда благо стоимости оборудования там стояли ну то что это выставочный горято муляж да и там цена небольшая пуши если бы цена была полная по прайсу там бы пришлось оставить очень большую сумму денег за это все вот и мы итоге так добрались до выставки на обратном пути правда была проблема потому что мы приезжаем но мы один теперь продали узбеку вот но это вообще прикол азбек наш клиент на мароккан что-то такое не не ваш ну вот что сразу короче на выставка кэшем как и проснул ему слышал про продажи по самому что это как сколько продает предыдущих подка а про салову да я рассказал да это прикол вопрос вопрос ты приехал в ганновер да а там много машин исполнить у меня были мысли буклеты туда растасовывать на не хватало на следующий на следующий ганновер обязательно будем что-то делать просто мы поехали взял с собой свою девушку будущую супруг да вот значит потому что она у нас не хватало денег там убрать еще кого-то с команды очень было ограничены были в ресурсах вот и если бы было больше людей да то наверное одного человека надо было бы отправить высматривать по подкрылкам у кого солома и туда сразу за в рекламу пенетрометра кстати я вот знаете что указывается она вере нельзя чтобы ходили девушки по залу у тебя на стенде могут быть на просто чтобы девушек после вы не заметили что нет никто не ходит не раздают не файра ничего не видели потому что это запрещено правилами проведения может я вообще как-то заметил что надо чуть-чуть оккультуриваться я просто сам со святошина рос на святошина в киеве такой рабочий пролетарский район вот и знаете как говорят голь на выданке хитра маркетинговый бюджет который был потрачен это была выставка на экспоплазе это было какую девушек мы с пацанами кофты одели с логотипами вот купили я сбил цену с 30 гривен до 15 гривен за билет вот значит мы купили сколько 4 4 билета пушу оптика на 60 гривен 60 гривен напечатали флэйра и погнали раздавать флэйра по всем выставкам то есть заламывает во все павильоны но мы так не палились мы спрещу там нас охраны не поканула вот то есть нас не было ни стендо ничего да то есть мы так в дикую в брендированной одежде типа мы участники а потом растам из-за пазухи буклеты и погнали раздавать этого так вот было такое начало это не совсем правильно с точки зрения ну как это правил выставки да тут да простят меня организаторы выставок вот на вертелись как могли да мы вертелись как могли это были лихие 2016 да и но я просто вдохновлялся историей не помню уже как этот бренд называется там суть в том что у чувака была обувная фабрика и его ему не хватало на выставку очень крутую он просто взял трейлер и возле выставки запарковался и туда уже столько получил заказов что потом на следующий сезон он смог себе эти места взять да то есть когда вот ты боишься что у тебя ну там типа ты ты тебе не хватает денег на какую-то выставку значит просто хотя бы пойди туда посетителям да я вас остань рядом я уже расскажу историю про узбеков кстати вот я закончу с выставкой быстро про день поля еще про весь так утром прикол такой короче ну сингента к нам очень дружелюбно monsanto к нам очень дружелюбно и как-то был такой день что-то я это приехал на день поля к в с а к в с уже тоже наши клиенты на то дальше мы с ними там не дружили и там это была такая очень строгая тетя не буду специально назвать фамилию на меня хорошо помнит потому что она когда-то была моей клиенткой когда еще в кого если не работала я в продажах на телефоне работал и она знала что я довольно такие такой настырный товарищ вот и короче что то и да я такой да иду раз то буклетик дал чуваку а такая это то нельзя нельзя потом я уже собираюсь уезжать открываю багажник у меня там плотномер подходят агрономы короче ну и начинается что приколки движуха вот я помню мне тогда очень сильно ругалась типа ну это как-то получается быть типа на ивенте до продажа продукции так делать не очень хорошо надо все и безусловно согласовывать да но если мы говорим о первых этапах развития до когда тебе надо себе заявить ты хотя бы можешь понять то познакомиться с этими организаторами да и если у тебя стоящая эта тема которой ты занимаешься она тогда ну будет воспринято нормально но люди которые меня не знают да то конечно иногда шарахаются я скажу тему по поводу ограниченного бюджета но в ганновере это было так мега интересно просто так как сейчас помню прихожу в павильон там типа небольшой павильон куча этих стартаперов и слышу голос сергея в центре павильона куча народу и все короче возле серёга серёга типа меня вид о привет виталик пиво буш давай ну да там же можно бухать за рулев да и какие-то чуваки соседи соседнего стенда он пошел к ним короче взял у них пиво подбить я им пиво купил ящик они его сразу выпили в тот же вечер я потом у них еще больше выпил кстати классные чуваки на самом деле но вы поддружились еще там были ребята из этой кота забыл как страна за румы румуния по моему у них скок этот джамп джамп агро джамп агро типа прикалывались ну да 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 просто у них а они именно вот как то так это обыграли прикольно прикольно было слышать как немцы говорили короче ромашка рубашка масло сэмплеры ромашка да да не такие не когда-то сказал что наша цель дойти до такого уровня чтобы к нам звонил немец то и говорил там please sell your soil сэмплер ромашка а мне кажется что вот учитывая то что мы видим здесь на рынке мне кажется буквально пять лет и мы будем очень-очень сильно на весь мир работать знаете почему потому что да у нас как бы нету можете денег и там стартапов каких-то нету мощных пока но уж это мне показывает что буквально вот сейчас уже эти что есть так так они кристаллизируются потому что было много ну вы же знаете вот на пути что было много компаний которые стартанули там семнадцатом году восемнадцатом и никуда не пришли есть такие компании а есть компании которые 5 6 лет от стояли и если они выстрелы буквально вчера позавчера выйдет потому что не будет очень сильно приставка вот сколько ты фермеров посетил вот интересно там за два года сам лично за два года но считая в тут весе пустил больше ну у меня бывало максимум в день это четыре встречи таких нормальных дав в среднем где-то две встречи в день вот представьте сколько энергии и знаний мы загуляли в фермеру а ты 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 очень кстати тоже как я определяю кто-то что-то делает или нет если я слышу там а да виталий к нам приезжал да то есть вы часто приезжают слышим от клиента что уже там кто-то бы общались да вот или уже даже какие-то там какая-то работа и это сразу видно что кто гребется на этом рынке действительно что-то делает и тех кто допустим на просто сайт склепали и и нету движение и да и вы знаете я все-таки понял что нужно очень в онлайн приходить вот карантин не да мне подсказал что моя стратегия который я выбрал да и видел ее и меня вы не поверите сколько раз я сдавался с этими своими онлайн активе понимаете потому что кажется нету результата кажется что ты ты работаешь она что-то просто время опережаешь но когда два года назад я получил первый заказ с интернета и минут работали клиента первого что зашел на наш сайт что все сделал это было очень круто и сейчас это норм то есть мы сейчас уже в этом работаем в этом ритме и более того я вижу сейчас очень коммуникации будут приходить очень другие даже непредсказуемые формы так не клиент говорит чего ты на youtube не рассказываешь вот я приехал клиенту там обучение провожу рассказываю показываю все он говорит а ты может это вот все записать и выложить на youtube он приходит домой верить я вот вечером смарт-тв включаете по youtube смотрим вот у него вот это вот этого тема да это вот начало то что богдан был у нас на тоже дать и пошла что-то не начнешь сколько будет в будущем блогер ну как блогер я вам буду вам контент мне просто есть одна история посмотришь там подкаст богданом он ну когда он не сказал кривицкий кривицкий гробокс я понял да кстати ну это это подтверждение того что все меняется потому что в украине только 1000 агроблогеров указать и да ладно дома он даже грел здесь тысяч не тысячи года 1000 подписчиков вот 300 подписчиков а на самом деле пристал вот вот опять же возвращаясь к моим мог мы не метрики измерений стадионами вот куда у тебя вот вот очень вам сейчас покажу пример вот 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 мы вот мы прям прям здесь его посмотрим сутри и несколько олимпийских так в киеве так 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 вместимость им 70 тысяч его 70 тысяч где вот 70 тысяч 50 людей вот а у нас в агросфере 80 тысяч подписчиков то есть это больше стадиона который потенциально нас увидит у себя в лень так а ты не забывай есть те которые посмотрят и еще не подпишутся но они уже посмотрим да есть те которые посмотрят не подпишется расшарит то есть нас сейчас уже кейсинге по 350 по 400 тысяч просмотров на видео через 350 и я понимаю какая-то критическая масса людей я понимаю что это будущее вот всей коммуникации потому что мы не можем ездить не из-за того что это дорого и а из-за того что-то забираю очень много время да я вам скажу сейчас еще очень но я статьи прочитал очень интересная вы знаете что деловые поездки очень здоровья забирает много сто процентов у меня зрение упало из-за встречи не я поначалу ездил выжигает просто глаза и час очки вот эти желтые одеваю потому что я не люблю ужасно очки носить эту радость на носу но реально я сейчас без этого не могу вот мне сегодня надо будет с киева в винницу но это не клиенту это на логистику нашу порешать вот там винницу свинец и потом через киев назад черкассы до насчет из виница на черкассы не прошлом дорогам отлично думать о том они нам плохая у меня сейчас тормоза только передние я не хочу перед ямами оттормаживать нас пола глаза закрыл выпало мне ну понятно но слушай я не хочу убивать сильно машину тоже мне на самом деле времени тоже санте же 6 часов до что так что так 6 часов черкассы винница 6 часов что через киев шо через умань тем более сейчас дорогу там делают кстати прикол приезжал винницу тоже дорого прикольно очень много но это такое туда ладно не будет за дороги да это больное ребята было очень интересно вот я считаю что сегодня был самый честный правдивый искренний подкаст я думаю наш не последний подкаст как так как мы говорили суть подкасту это глубина то глубина экспертизы глубина познаний поэтому ребята это не последний подкаст сергеем мы ждем от вас вопросу зада задаем свои вопросы в комментариях и при наборе критической массы вопросов на тему чем занимается сергей а чем он занимается можете зайти по ссылке в описании посмотреть он занимается экспертизой по плотности круто попробуй сбора по всему задавайте вопросы а мы же обязательно позовем сергея 5 и более детально раскроем эти вопросы себе спасибо чтобы у нас было очень интересно сил я думаю что как я скажу что не последняя встреча движемся дальше и самое главное мы должны помогать делать друг друга на самом деле мы только дополняем одно целое той картине которая есть и вот эта энергия что пройдет продуцирует каждая из наших компаний она при совокуплении энергетическом она может развитись на весь мир поэтому и желаем тебе хороших клиентов и светлых идей чтобы ну шел шло развитие и ты мог радовать да и клиентов и на и нас всех до партнеров в том что ты есть и ты развиваешься было очень прикольно взаимно очень тоже понравилось интервью и будем стараться развиваться так чтобы придется не интервью это фристайл агробизнеса по ней агроподкасты зараза помните это очень свободный формат поэтому если кто-то что-то услышит там матерные ничего этого мы все люди как есть жизни мы мы будем поменьше использовать брони когда надо быть более культурно смотрят дети ребята на самом деле на смотрит вот я начал тоже над собой работать потому что я очень был такой неправильный вот эти подходы мы по выставкам потом поначалу использовали скажем так не не всегда честные возможности продвижения но мы все должны учиться жить в европе я всегда пристегивался когда ездил да почему я у нас не всегда пристегивает это неправильно надо начинать себя даем и наша задача вот нам сейчас там по 30 35 лет вот тебе сколько а кому 35 32 мне а ему сколько 30 29 но мне 31 32 32 я самый старый блин короче так вот еще не имеется ввиду может тобой сидели я была старше на приходили люди моложе перс хочу напоследок просто сказать что вот от действий таких людей как мы да вот тем кому сейчас там в районе тридцатки от того как мы будем работать ближайшие там пять лет будет зависеть то в какой стране будем жить мы и наши дети потом плане что ну там 5-10 лет да это вот тот самый фундамента как мы будем строить наше производство наше продвижение программные продукты да и взаимоотношения с клиентами и культуру которую мы будем давать это так и ну то есть от каждого из нас на самом деле много зависит и от каждого с кем мы работаем тоже если знаете как фильм есть такой там сделай хорошее дело три трем людям да вот если каждый человек пойдет и сделать хорошее дело там трем людям то всем станет очень класс я вижу какое-то возрождение украинского производства который сейчас происходит вовсе на всех фронтах везде то есть вот камеру смотрите там вот ну я не хочу сейчас там хвалить но там кобзаренко начал весить делать без агру делает вещи которые считают достойный там манс делает жатки которые офигенные ряд завода вот там коленика еще 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 вот это программа поддержки она дала определенный толчок она дала толчок и мы видим возрождение такой промышленности правильной промышленности которые конкурируют и я надеюсь мы должны все-таки с пониманием к этому отнестись потому что есть вариант что мы будем этим пользоваться но мы будем пользоваться здесь локально не платить налоги локально да может мы моментами там она где-то в чем-то что-то так-то уступает по качеству но но не кажется нужно поддерживать вопрос времени это вопрос времени и вопрос все-таки поддержки потому что поверьте некоторые вещи которые мы купляем там из америки с европы или некоторые говоришь вот лучше бы уж надо можно взять буш надо можно взять что ты берешь упринный агрегат или про на технологию украине и ты углубишься у нее и а тебе даст результаты изучить то можно как-то жить с этим но ты поможешь если это в облаках ты есть ты видишь что бренды двигаются войну поэтому давайте будем немного думать про то что есть у нас есть под боком какие налоги мы можем генерировать местные локальные здесь для наших производителей людей которые тоже не заработали на всех этих производствах всем спасибо коллеги и до следующих встреч а